Знаете, как тяжело рассказывать про современные смартфоны, ведь они такие похожие, такие однообразные. Производителю в 2017 году особо тяжело отличиться перед конкурентами, тем более с хорошей стороны. Ведь уже даже китайцы, а-ля Аукетель и Дуджи, могут и делают неплохие аппараты, которые стоят сущие копейки. На этом фоне производитель смартфонов и другой электроники Huawei постоянно повышают сами себе планку своего совершенства и делает линейку Honor с каждым разом всё интересней и интересней. Не стал исключением и новенький стеклянный Honor 9. Это мой обзор смартфона, у которого почти нет недостатков. Включайте 4К и приятного просмотра. Преемственность поколений линейки Honor ощущается в каждом устройстве. Это видно и в Honor 9. Он всё такой же стеклянный, отполированный, как у кота, одно место. Массогабаритные свойства 147,3х79, толщина 7,45 мм. Стекло спереди и специально обработанное стекло сзади, которое всё так же красиво переливается и играет на свету. У меня на тесте смартфон в чёрном цвете, и в этот раз мне показалось, что это более удачный оттенок по сравнению с прошлогодним Honor 8 в красивом синим. Простите почему? Да всё просто. Чёрный тут как объединитель тыльной и фронтальной поверхности, если вы понимаете о чём я. То есть смотрится и ощущается всё как монолитное, законченное и действительно красивое устройство. По всем органам управления, камерам и всевозможным портам понимаешь, что всё на своих привычных местах, всё так же удобно и грамотно расположено. Конечно же такой компактный по нынешним меркам смартфон не может не быть неэргономичным, компактным и удобным. Диагональ экрана 5,15 дюйма, угадайте как у каких смартфонов? Правильно, как у Xiaomi. Если говорить о дизайне, хотя это всегда субъективщина, то тут компания Huawei стоит у своих истоков и всем управляет стекло 2,5D, изогнутое немного сзади и приятное на ощупь спереди. Экран Full HD 428 точек на дюйм с обычными рамками, нет никакой безрамочности и к этому привыкаешь быстро, и с другой стороны это хорошо. Олеофомное покрытие очень хорошее, сзади стекло конечно же будет царапаться со временем, хотя говорят Gorilla Glass, поэтому подумайте о защите заранее или просто примите как данность. Простенький чехол на первое время идет в комплекте. Цветопередачу цветов на экране как всегда можно настроить в системе, но в целом это неплохая по качеству LTPs матрица с максимально широкими углами обзора и всеми вытекающими последствиями IPS-ки. Никто не забыл и про а-ля адаптивный дисплей в ночное время с настройками от усталости глаз. От дисплея получаешь ровно столько, насколько рассчитываешь. Моя оценка твердая четверка из пяти. Сравнивать внешне мы будем с Xiaomi Mi 5, хотя изначально у всех, согласитесь, есть понимание, что данная модель создавалась как прямой конкурент Xiaomi Mi 6. Точно такая же диагональ, точно такие же материалы корпуса, стекло кругом, такая же кнопка сканер спереди, системы правда разные, но похожие друг на друга. По производительности немного не все так ровно, как предполагалось, потому что даже прошлогодний Mi 5 мощнее по тестам, чем Honor 9. Единственное ощущение, не покидающее меня, пользуясь обоими этими смартфонами, что Honor 9 как-то слаженнее собран, что ли. Но это все предвзято и субъективно. Поехали дальше. Kirin 960, восьмиядерный процессор, 4 Cortex-A73 с частотой 2,4 ГГц и 4 Cortex-A53 1,8 ГГц. 4,64 по памяти и этого вполне хватает на все ваши требования. Все так же собственный процессор от Huawei не так хорошо оптимизирован под игры, как Snapdragon. Но поиграть вы сможете даже в самое требовательное дерьмо с Google Play. Система летает с таким железом за 3 недели использования ни одного глюка, сбоя или перезагрузки. Троттлинг, если и есть, то он вам будет незаметен. В израдействии от данной модели не удивит вас, вы просто уже привыкаете к постоянному качеству от Huawei. Смартфон абсолютно не нагревается в повседневной работе и нагревается совсем чуть-чуть при требовательных задачах. Тут, как всегда, умное упоминание про широкий динамический диапазон и информация, от какого производителя установлены фотомодули на Honor 9. На самом деле нет, это был сарказм. Лучше всего всегда говорят примеры. Ну вот в моих видео это так было и будет. Умничать некогда, выводы сделайте сами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, качество режет YouTube, но понимание того, какие примерно фоточки вы получите на такую модель, вы поймете сразу. Камеру Т2, естественно, 20 плюс 12 мегапикселей с апертурой f2.2 пишут и снимают 4К видео в 30 кадров в секунду. Есть примеры видеосъемки, видео про Samsung Galaxy S8. Фронталочка на 8 мегапикселей, f2.4. Меня особенно порадовали фоточки в условиях недостаточной освещенности. Конечно, есть шумы. Конечно, есть к чему придраться. Но это потребительская камера в вашем мобильном. Достал, сфоткал и убрал в карман. Не надо задрачиваться, просто запечатлите ваши приятные мгновения с помощью отличной камеры Honor 9. Android 7 с оболочкой от, соответственно, производителя, которая приятно удивляет. Я настраиваю в каждый раз, как мне удобно и пользуюсь. Отвечу на бесконечные вопросы. Что за лаунчер? Это Иви с Play Store. Оболочка оптимизируется в каждый раз производителям, и это чувствуется. Технология 3D-аудио Huawei Hi-Stone. Всевозможные датчики NFC и К-порт и последние поколения Wi-Fi и Bluetooth 4.2. LTE, кстати, 6-й версии до 300 Мбит в секунду. В общем, в этом плане все прекрасно. Забыл упомянуть, что USB Type-C и он версии 2.0. Звук меня порадовал как в наушниках, так и с динамика. Наушниками пользуюсь Xiaomi обычной затычки. Батарея 3200 мАч. И здесь я могу сказать следующее. В этом плане он меня не подвел ни разу. Был с ним в поездках пару-тройку раз, и смартфон очень уверенно показывал себя в плане автономности. В цифрах это в районе 5-6 часов работы экрана при средней подсветке и всеми включенными модулями связи. И даже тут батарейка вас не разочарует. Вот сейчас я вам расскажу самое интересное. Официально подгадал выход данного обзора под черную пятницу. И нет, господа, это не очередное налюбилово от китайцев. Это грамотно спланированная акция от официального магазина Huawei в России. Подарками и очень хорошими скидками. Главное, честными скидками до 50%. Если вы задумывались о покупке устройства от Huawei, то сейчас самое время это сделать. В описании ссылочка на товар, на акцию. И не забудьте поставить лайк за такую информацию. А еще в комментариях заказу можете передать привет от канала Gadgetmania. Вот удивятся менеджеры такому флешмобу. Но даже если вы посмотрели это видео уже после черной пятницы 2017 года, то не расстраивайтесь. Покупать можно и на Али. На всякий случай нашел хорошие варианты для вас и там. Но я бы выбрал официальную гарантию и официальный магазин. В самом начале обзора я сказал, что смартфон почти без недостатков. Конечно же у всех людей свои требования к тем вещам, которыми они пользуются. О господи, не бывает вещей без недостатков. Но производители всегда пытаются нам угодить в наших изысканных и порой требовательных ожиданиях от современной мобильной электроники. Honor 9 воплотил в себе все самое лучшее в линейке. Все хорошие наработки для среднебюджетного класса устройства. И покупая такой смартфон, потребитель, то есть мы с вами, однозначно будем рады тому, что мы получили за эти деньги. Для меня все по-прежнему недостаток один. Они скользкие, все как ну не знаю что. Это такой себе нюанс не тянет на полноценную предъяву. Honor 9 смартфон, умеющий делать классные фотографии, красиво и необычно выглядящий и при этом доступен каждому. Спасибо за просмотр до этого момента. Как всегда пишите, что вы супергерой. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, это важно. У меня много чего припасено интересного для вас. Есть чат в телеграме, есть сайт с купонами и скидками. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok